Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Россией руководят идиоты! Знаете, если пытаешься сравнить идиотизм российской власти с любым другим идиотизмом, любой другой власти на нашем земном шарике, то все-таки, вы знаете, любые другие идиоты, когда смотришь при этом на идиотов российских, кажутся отнюдь не идиотами, а очень даже продвинутыми, интеллигентными и разумными господами. Это, так сказать, общая преамбула преступлений. А теперь давайте разберемся, что же я имел в виду, а что я имею, то и в виду. Итак, с 1 июня Польша запрещает движение через свою границу грузовиков из так называемой России и оккупированной Россией Советской Белоруссии. Намеренно в данном случае не употребляю термин Беларусь, потому что к нынешнему государству, этого там бульбофюрера, который продал от своего государства, свою родину, термин Беларусь никого отношения уже не имеет. Советская Белоруссия. Вонючая Советская Белоруссия. Да, вот так будет правильно. Так вот, грузовики из Советской Белоруссии и так называемой России больше на территорию Польши заезжать не будут. Ну, не будут. И, конечно, по экономике так называемой России, про Белоруссию молчу, естественно, будет нанесен удар по потребителям в так называемой России и во временно оккупированной Белоруссии будет нанесен сумасшедший удар. Вы спросите, а ну зачем, зачем, почему, почему поляки так бессердечно поступили? Дело в том, что я начал свой рассказ с того, что сказал, что с идиотами во власти российской не сравнится, ну не одни идиоты. Просто, ну не одни. Они выдающиеся идиоты. Да. И вот сейчас в подтверждениях своих слов я просто объясню, откуда же ноги растут в этой ситуации и кто оставит, грубо говоря, без яблок, без ножек Буша, без чего угодно российский так называемый народ. Так вот, это сделали сами дурнуватые российские правители, которые взяли и за неделю до этого запретили движение польских грузовиков через территорию немытой и через территорию оккупированной советской Белоруссии. Бац! И запретили. И, наверное, думали, о, поляки теперь схавают это все дело, поляки, мол, получат по морде, а мы теперь будем, значит, возить эксклюзивно своими грузовиками все, что возили из Польши, все, что не запрещено, да, все, что там в обход санкций идет, будем возить своими грузовиками, как замечательно, как хорошо, как вообще раз прекрасно. А поляки будут, польские грузовики там где-то останутся, вот и все. Вот скажите мне, каким уровнем кретинизма нужно обладать, чтобы вот рассуждать именно таким образом, чтобы не подумать, что в ответ поляки просто-напросто ваши вот эти вот старые лайбы, которые вы там БУ попригоняли к себе на Россию и попеределывали их, и там градитесь ими очень сильно, поедут после этого на территорию Польши, будут оттуда что-то возить, и вы еще действительно рассчитывали на это? Да никогда в жизни. Естественно, поляки тут же взяли и закрыли границу. Теперь получается, что для того, чтобы ввести любой товар, который раньше возился грузовиками из Западной Европы, из любой Европы, на так называемую Россию, нужно ввести то ли немецким грузовиком, ну еще и испанским каким-нибудь, потому что польским запрещен въезд, но не российским, потому что российский тоже не может туда въехать. Ну поляки, я думаю, очень быстро порешают вопрос, чтобы немецкие грузовики тоже никуда там не ездили, и так далее, и так далее, и закроют вот эти вот все вопросы, закроют границу, и получается будет, ну какая будет логистика? Теперь получается так, чтобы привезти, условно говоря, яблоки, которых нечего жрать там на Россию, или вообще, чтобы им хоть что-то им дать пожрать, потому что голодные там в этих всяких уссурийских, господи, название же надо было назвать, значит, привезут, вот это вот, представьте себе, фура приезжает, польская, на польскую границу, а дальше начинается очень такой интересный, значит, концерт, с нее снимают, а и фурам запрещено, не только, но и прицепам тоже запрещено. Прицепы, значит, разгружают на землю, на землю эти прицепы, потому что ни фуру, значит, нельзя перецепить на другое, ни прицеп нельзя перевезти, значит, её надо выгрузить полностью. Потом, наверное, есть такие вот, знаете, непальские кули, я не знаю, их используют еще или не используют, раньше они по горам Тибета, Тиншаня, там они, значит, носили эти, грузы тяжелые носили пешком и как вариант можно завести значит еще верблюдов из Средней Азии лучше еще из Сахары в Мали много верблюдов значит завозят верблюдов значит грузят фуру разгрузили на землю грузят верблюдов караван и караван чешет через границу значит на Россию туда в Беларусь точнее в оккупированную Беларусь значит и караван туда дошел значит аккуратно посередине как полагается рекорд будет сидеть и снимать там какую-то стричь долю ну а это святое с этого самого караванщика значит он зашел потом туда значит на на Россию на оккупированную Беларусь и этот караван значит разгружается в караван-сарай потом загружается в фуру вот вдумайтесь вот так вот везут например цветы из Голландии вот так вот и все эти вот делают перед рубацией и значит на неделю дольше это все едет куда-то там условно говоря вот этот страхолюдный Омск вот так теперь будет видеть выглядеть как говорится логистика логистика любых грузов из Европы на так называемую Россию почему? да просто потому что на России правители идиоты и вот война с Украиной доказывает это и польские грузовики с яблоками ничего бересту пожуют слава Украине яблоками яблоками